Шарий проходит в Николаевской, в Николаевский горсовет, в Харьковский горсовет и в Одесский горсовет. Причем в Одесский горсовет там довольно-таки с хорошим запасом 8 с чем-то процентов. Потом Попов 10%, почти 10% набирает в Киеве и по некоторым данным он выходит во второй тур с Кличко. В том случае, если Кличко не проходит в первом туре, а такая вероятность сохраняется. Вот и АПЗЖ и Шарий, люди проголосовали за этих людей. Ваша оценка? Ну, во-первых, Шарий подбирает голоса Зеленского на востоке. В Киеве голоса Зеленского, вот эти 3 с лишним процента, которые набрал Пальчевский, это все часть электората Зеленского. Пальчевский не отбирал голоса у Свободы или в ЕС. Дальше. Действительно, вот эта конструкция против Порошенко, логика избирательная прошлого года, все против Порошенко, она сделала свою, скажем так, санитарную функцию. Исполнила, но вдруг оказалось, что непрофессиональные люди во власти хуже Порошенко, которого поливали все олигархи. Почему простой избиратель повелся на логику олигархических СМИ и, по сути, руководился вот этим, хоть черта лысого, но не Порошенко. Сейчас ситуация очень поменялась и, так как разбирались голоса Зеленского, в каждой области была своя формула. И мы видим, что, по сути, в каждой области партия мэра областного центра, она вдруг становилась таким интегрирующей политсилой, таким центром для объединения других сил, даже парламентских. Очень интересный момент, когда побеждает ОПЗЖ или Европейская солидарность, но это логика парламентских политсил. А не парламентские политсилы отыграли особенно локально, в каждой области своя политсила. Вот мы видим, что Винницкая область – это Европейская стратегия Гройсмана, в Чернигове ридный гимн Атрошенко. И, по сути, партия Буряка в Запорожье, партия мэра в Одессе. Мы видим такую странную конструкцию, когда непарламентские силы могут быть центром объединения большинства в облсоветах и горсоветах большинства областных центров, большинства областей. Это очень такая странная конструкция получается. И, во всяком случае, вот эта идея, скажем, партбилдинга, партийного строительства под идею расчистки хаоса партийного, под такую государственную конструкцию, когда в парламентских выборах принимают участие 24, 26, 28, до 30 политсил. В местных выборах 80 и больше. И каждые парламентские или президентские выборы, они поляризуют страну. Ну, там, условно говоря, проевропейская, про российская, левая, правая. Ну, вот такие разные типы поляризаций. И вот эти местные выборы эту поляризацию, они дробят. И в областях начинают создаваться новые конструкции большинства. Ну, и области, вроде как, переходят на собственную логику развития политического. Потом приходят снова парламентские или президентские выборы. И они снова поляризуют, ну, когда есть финал для двоих, особенно президентские. Вот тогда такая странная поляризация. Зеленский очень гордо рассказывал, что он объединил страну вокруг своей персоны. Ну, вот эти местные выборы он тоже объединил страну в борьбе против Зеленского и его партии. И то, что ОПЗЖ набирает в Киеве больше, ну, кандидат в мэры ОПЗЖ набирает в Киеве больше, чем кандидат в Слуги народа, это просто, ну, такая, ну, откровенное, откровенное издевательство из Зеленского и его партии. Ну, во всяком случае, даже в родном его Кривом Роге побеждает не кандидат от Зеленского на мэры, а старый аппаратчик, вилку, ну, очевидно, что для Криворожцев все эти новации Зеленского оказались пустопорожной болтовнёй, и они испугались вот этих новых лиц во власти и проголосовали за прогнозируемого старого аппаратного Волка. Ну, а с точки зрения Слуги народа, вот что это означает? Потому что сейчас многие уже называют это полным разгромом и полным поражением команды Зеленского, в частности, ну, например, Львов, да, Львовский горсовет, там вот 4,74 они набирают по результатам экзотполов, и, судя по всему, мы понимаем, что результаты экзотполов, они, конечно, имеют погрешность, но в целом вот 4,74 это вполне такой показатель, когда они могут не пройти во Львовский горсовет, да, и в других там регионах тоже, вот это полный крах Слуги народа, вот на местных выборах, или как? Ну, в самом случае, тот механический пересчёт успеха мажоритарников, а мы видим в Киеве в прошлом году, мажоритарники от Зеленского победили во всех округах. В Черкасской области Зеленский на президентских выборах набирал 88%, это ужас, это какие-то туркенские цифры были, но на самом деле они очень самоуверенно присвоили себе этот весь электорат. Электорат был протестный, и этот электорат голосовал против устоявшейся, ну, такой профессиональной лиги политиков. Люди устали от этих политиков и считали их политику неуспешной. Но, когда увидели, что старые политики на фоне Зеленского выглядят очень рациональными и, ну, можно сказать, даже спасителями страны, Ну, вот, в чём логика голосования за мэров? Большинство мэров побеждают, областных центров, особенно крупных городов, побеждают в первом туре. В чём логика? В том, что когда центр оказался слабым перед COVID, и мэры на местах приняли на себя всю ответственность за, ну, судьбы людей, это люди оценили. И это как раз, ну, я считаю, точкой отсчёта именно страх Зеленского перед проблемами, когда он не опирался на свои кадры, а когда возник COVID, он собрал олигархов и начал с олигархами, ну, как-то пытаться объединяться и побеждать COVID, а не своих глав областных администраций, не своих министров. Это, ну, вообще какая-то странная ситуация, которая подорвала веру людей в центр, в центральную власть, как созвездие совестных профессионалов. Оказалось, что это вообще не профессионалы, не патриоты, и страна им нужна, чтобы набить собственные карманы, а не устроить как-то справедливую и безбедную жизнь для своих граждан. Ну, тем не менее, вот это действительно катастрофа, вот с точки зрения местного самоуправления, там, или, там, не знаю, влияния президента на регионы, да, в хорошем понимании этого слова. Вот что означает, что президентская партия, да, она будет отсутствовать в ряде горсоветов? Ну, даже горсоветов, мне кажется, что дальше будет больше, потому что, ну, президентскую партию формально будут включать в круг, так сказать, большинств в облсоветах, где она будет представлена, только ради прямой связи элиты определенной территории через партийные каналы с Зеленским. Но, если они увидят, что эти каналы не работают, то, ну, фракции «Слуги народа» через очень короткое время, они будут вытеснены из центров принятия решений. Мне кажется, что Зеленский и, ну, функционеры его партии по результатам сформированных большинств вынуждены будут реформировать большинство в парламенте, чтобы продлить себе политическую жизнь. Или же простой выход по результатам вот этой кампании, надо будет, ну, придется «Слуги народа» принимать тяжелые решения о выборах, когда, ну, скажем, распуск парламента будет единственным выходом в этой ситуации. Лучшим выходом для своего народа. Есть ситуация по Харькову, да, с Кернесом, то есть, экзеполы говорят, что у него 57,9%, ну, вот в этом районе, и он, конечно же, выходит в первом туре, вот, а что происходит в Харькове? Ну, то есть, вот, там, чем заворожил харьковчан, вот, хочется спросить у харьковчан, чем вас заворожил Кернес? То есть, результат... Кернес заворожил своей прогнозированностью и, ну, таким определенным, ну, политическим, местным политическим этикетом, который, хоть и брутальный, там, на грани этики, эстетики, но он таким суровым челябинским, ну, условно, или, то бишь, харьковским металлургам нравится. Ну, мягко говоря, хотя Харьков – это не город металлургов, но мы образ телевизионный можем здесь поэксплуатировать, потому что харьковчане действительно, ну, верят в какую-то исключительность Кернеса, и они верят в то, что даже тень Кернеса будет работать на город, даже если он физически не в состоянии будет. Никто же, ни члены его команды, ни медики вообще не говорят, в каком он состоянии. Его больше месяца нет на территории Украины, и в каком он состоянии, никто не понимает, но люди проголосовали за политику имени Кернеса. Поэтому, мне кажется, что даже если случится, ну, самый трагический сценарий, то члены команды будут играть на мифологии, на последовательности. Это такой очень интересный момент, когда человек уже, возможно, не функционален вообще, но люди по инерции демонстрируют веру именно в тот тип политики, которому сам Кернес и приучил харьковчан. Поэтому, ну, это особенность вот такого местного патернализма. Вот он что-то делал для горожан, горожане это оценили, и горожане хотят, чтобы каждый политик, который придет после Кернеса, был маленьким Кернесом, вторым Кернесом, третьим, четвертым Кернесом. Вот примерно так. Это, кстати, образ эффективной власти. Почему? Потому что вот есть Семчишин, мэр Хмельницкого, он побеждает с огромным результатом. Или мэр Ивана Франковска, это тоже такие какие-то туркменские результаты. Ну, вот такой феномен есть. Просто люди на фоне слабой центральной власти люди начинают искать опору в местных руководителях, и они, возможно, даже заблуждаются так же, как заблуждались в прошлом году в Зеленском и в его «Слуги народа». Но логика роста политического, оказывается, позволяет людям маневрировать. Вот они, разуверившись в Зеленском, начали, уверовали в местных мэров. Это тоже феномен этого года избирательного и этого цикла. Это реакция на слабую центральную власть, реакция на слабого Зеленского. Зеленский оказался очень слабым президентом. Интересная история в Одессе с мэром. Первое место 34% Труханов. Чем причаровал Труханов одесситов, тоже непонятно. Второе место Мехолос-Корых. А кандидат и раскрученный кандидат от «Слуги народа» это Олег Филимонов набирает всего лишь 13%. Это провал «Слуги народа», снова же, потому что ставка у них всегда была на вот такие медийные лица. Медийные лица, причем Филимонов, это из поприща Зеленского. То есть он тоже комик. Вот Одесса не оценила. И здесь важно еще по Одессе. Например, Кевалов не оценил. Кевалов, Горявченко в Кривомроне. Да, да. Такая же ситуация. Кевалов, например, вот что... Это очень хорошо, конечно. Кевалов, например, 5-44% всего лишь. То есть вот эта старая гвардия регионалов, она все-таки отходит уже окончательно. Ну, дело в том, что там очень конкурентная среда самих регионалов. Ведь регионал «Скорик», который был главой облсовета, и ряд других персонажей, там, собственников банков, футбольных клубов, это все равно конкурентная среда. Но, во всяком случае, то, что АПЗЖ очень грамотно эксплуатировало дальше вот эту всю советскую мифологию, и Труханов вынужден был петлять, обращаться к советским, ну, такой, идеологическим штампам. Вот эта сама фишка с идеей возобновления топонимики, которую запретил закон о декоммунизации, возвращение там названия улицы имени 25-й Чапаевской дивизии или тому подобное. Это все вынужденная игра на поле конкурентов. И Одесса оказалась наиболее конкурентной, но все-таки Труханов оказался очень полезным, наверное, Киеву в определенный момент, потому что дела, которые против Труханова раскручивались, судебные, они потихоньку-потихоньку нивелировались, что позволило ему не только сохраниться во власти, но и, наверное, пытаться отстраивать какие-то прогнозируемые отношения с центром. Мне кажется, что если Труханов имел там серьезное противостояние во времена губернаторства Саакашвили, и там все вот эти склоки, они все на поверхности были, потому что Саакашвили скандальный человек, то Труханов и его среда деловая, она нашла какую-то такую тональность, которая, с одной стороны, не дразнит Киев, во-вторых, надо учитывать, что вот эти шарьеподобные избиратели или шарьепфанатичные, плюс там же очень пестрая компания сама в Зеленску, она очень пестрая. Это такие люди, которые, ну и то, что проевропейские силы в Одессе, они по-своему, ну там больше всего ассоциируется, конечно, Гончаренко с ЕС, но там много патриотичных украинских людей, которые все время как-то на периферии их, вот эта пророссийская доминанта постоянно их выдавливает откуда-то. Но они, как Феникс из пепла, все время реинкарнируются, начинают это, воскресают, и снова-снова-снова Одесса-Украина, и в этом есть своя логика. Очевидно, что Труханов в более конкурентной и жесткой борьбе, чем другие мэры, отстаивают свой мандат, и мне кажется, что вот Зеленского и других конкурентов жестких, особенно ОПЗЖ, успокоит большинство в горсовете и то большинство в облсовете, где будут получены свои комиссии, соответственно, нужные для обеспечения бизнес-интересов. Самое главное, какой-то баланс будет найден локальный, где потом отстаивание своих локальных интересов перед волей столицы будет объединять больше, чем партийная вертикаль той или другой партии. Следующая интересная ситуация сейчас складывается с львовским городским головой. Значит, лидирует Садовой 41-12, а за ним идет кандидат от Евросолидарности Синютко 27-38. И здесь интрига. Вот во втором туре есть ли шансы Садовому сохраниться на должности мэра? Садовому есть шансы сохраниться на должности, потому что, как оказалось, самопомощь и его политсила не такая слабая, как была на старте кампании. И то, что Экзитпол дал самопомощи где-то 20%, это пятая часть горсовета, это очень неплохой результат. Но, мне кажется, 40-41-42% это весь резерв Садового. Непонятно, что должно случиться, чтобы, например, свободовцы во Львове поддержали больше Садового против Синютки, чтобы голосовали. Хотя Синютка не числится их большим другом, но большинство политсил во Львове вели кампанию за себя любимых и против Садового. Вот в чем особенность. И логика второго тура – это как раз объединение всех недовольных против старой власти. Как правило, второй тур, даже если в первом туре действующий голова набирает 40-48%, вдруг логика второго тура переворачивает вот эти клепсидру, пештяные часы, и отсчет начинается по новой. Случится ли это в Львове? Интрига продолжается. Но, во всяком случае, серьезный успех европейской солидарности как в городе, так и в области, он подтолкнет, скорее всего, к объединению под Синютку. Синютка был заместителем Садового, ну, по такой хозяйственной житлокоммун части. Синютка был, наверное, самым лучшим главой областной администрации за всю историю Львовской области. И Синютка очень продуктивно работал с инвесторами. Мы помним, что самое большое количество заводов по сравнению с другими областями открывалось именно во Львовской области. Это был 5 лет Синютки на должности главы Львовской АДА. Это был каждый месяц открытие какого-то нового предприятия. Причем довольно и крупные предприятия есть там. В целом шансы у Синютки, я так понимаю, велики, да? Да, он не вызывает серьезной идиосинкразии не в среде жилкоммунхоза во Львове и не вызывает идиосинкразии в среде застройщиков. А застройщики, конечно, имеют свои аппетиты и свои претензии к садовому. Вот будем наблюдать. Мне кажется, как раз вот этот сплав коммунальщиков и застройщиков, он и решит судьбу города. Особенностью этих выборов местных стало то, что именно местные проекты, вот небольшие, они набрали очень много. Вот примерно украинская стратегия Гройсмана. 49,5%. То есть они 100% проходят в Винницкий горсовет. Аналогичная ситуация в Херсоне. Нам здесь жить, партия Игоря Колыхаева, местная, известная только в Херсоне, набрала 30 почти процентов. Тот же, например, блок Владимира Сальда, там человек, к которому можно по-разному относиться. Он там вроде бы как много сделал для Херсона, достаточно много, но да, все эти истории с сепаратистскими моментами, да, все это помнят, да, по Сальду. И это никуда не денешь. И тем не менее, его партия, блок Владимира Сальда, набирает 10%. Вот с этого момента начинается новое будущее, новая жизнь вот этих местных политических проектов или как? Нет, за ним не будет будущего, потому что они не в состоянии будут предложить ничего на парламентские выборы. Им некуда разрастаться. И мне кажется, что вот это маневр местных элит, и он связан с тем, что им будет так, как на уровне локальных проектов, проще договариваться с Центром. Потому что если отвергаются на местах общенациональные партии, то тогда выстраивается, должна выстраиваться совсем другая логика отношений. Через партийные каналы уже не отстроишь. Вот Зеленский, очевидно, очень хотел отстроить коммуникацию именно через свою партию. Идея Зеленского была в том, что ни в одном городском совете большом, ни в одной областной ради не должно формироваться большинство без участия слуги народа. А сейчас как раз ослабление слуги – это прямое действие, прямая реакция на слабость центральной власти. Если бы центральная власть была сильной, люди бы создавали очень такие мощные филиалы партии на местах и продолжали бы развивать партию. Но оказалось проще на этом этапе раздробиться на мелкие группы и потом входить в большие коммуникации. Люди прекрасно понимают, что в случае неочередных парламентских выборов ни один локальный проект не наберет больше процента на общеукраинском уровне. Значит, им будет проще через локальные проекты входить в большие общенациональные партии. Зеленский, хотя и потерял, очень много потерял, но пока он сохраняет однопартийное большинство в парламенте и угрозы в неочередных выборах явных парламентских в неочередных выборах нет явной угрозы. Поэтому, скорее всего, он попытается конвертировать, он попытается все-таки сохранить свою партию, минимум как третью политсилу между двумя полюсами про европейской правой европейской солидарности, про российской ОПЗЖ. И где-то посередине он попытается подергаться. Если магнетизм вот этих двух полюсов будет довольно сильный, то мы и увидим прямую реакцию Зеленского на переформатирование большинства в парламенте. Или он формирует про европейское большинство и слуга европейской солидарности голос, и тогда Медведчук маргинализуется, или он под давлением России все-таки сливается с ОПЗЖ, и тогда, по сути, время пребывания, ну, время такого большинства парламентского, оно ограничено где-то одним годом, потому что экономических успехов такая комбинация стране не предложит. Но и это будет до выжигания авторитета самого Зеленского, доверия к нему. Пока сальдо еще не негативное, но я думаю, в ближайшие три месяца сальдо доверия и недоверия к Зеленскому будет уже негативным. Спасибо огромное, спасибо. Владимир Цибулько был у нас на связи с Annexia.net. Подписывайтесь на Facebook-страницу Владимира Цибулько, ссылка под этим видео в описании. Наш Facebook, подписывайтесь, Annexia.net, и Telegram-канал наш работает, Annexia.net, одним словом. Продолжение следует...